Здесь у нас зрители встречают, во-первых, Шива Натараджа. Это один из важнейших индуистских божеств. Он своим космическим танцем разрушает миры. Но тут нет ничего страшного, потому что на Востоке мир существует не линейно, как у нас, когда есть прошлое и будущее, а он существует циклично. Он развивается, достигает своего расцвета, потом увядает и должен быть разрушен для того, чтобы новый мир родился. Новый мир древних мифов открылся в Москве на выставке «Легенды Востока». Экспозиция – более 300 произведений Китая, Японии, Индии, а также стран Юго-Восточной Азии. Каждому человеку, даже совсем взрослому, даже уже почти прожившему свою жизнь, всегда хочется немножко оставаться ребенком. И вот как раз вот это и возможно, придя в залы нашего музея. Произведения, выполненные в самых разнообразных техниках и материалах, иллюстрируют древние легенды о мироздании, происхождении людей, богах и героях. На выставке есть древние артефакты и произведения 20 века. Составители выставки старались сделать так, чтобы каждый экспонат был интересен сам по себе. Хочу вам показать один очень интересный экспонат. Это бивень слоновый, резная кость, традиционное для Индии ремесло. На бивне вырезаны сцены индийского эпоса о семейной жизни. Несколько фрагментов о том, как боги наказали представителей императорского рода за азартные игры. Проиграли в кости и себя, и ее, и свое царство. Современному человеку следует помнить о том, что азартные игры не доводят до добра и всегда закончатся какой-нибудь неприятностью, и что боги могут наказаться. И почти все экспонаты индийского зала повторяют асаны йоги, которая за последнее время приобрела большую популярность среди жителей российских мегаполисов. Господин Джей Сундар уверен, йогой можно заниматься в любое время суток и в любом месте. И деловой костюм этому не помеха. Каждый может делать, да, если я могу делать, каждый может сделать баланс, как вы видите. И делать спину как прямо, если у вас будет форма не очень хорошая, неправильная. Это делать, это корректирует, чтобы будут правильные. И йога дашь такой гибкость тоже. На этой картине китайская женщина из-за своего любопытства и необузданных желаний оказалась на Луне в одиночестве. Но китайский автор изменил конец старинной легенды. Это 1960 год. Народный мастер сделал вырезку из бумаги. Это традиционный вид искусства в Китае. И она встречает советский спутник. Вот так вот древний миф соединился с нашей современностью. Легенды и мифы далекой Поднебесной не так уж далеки от российских былин и басен. Сюжет, который нам известен с детства, и мы считаем это русской народной сказкой нашей, но на самом деле и в Китае точно такая же сказка есть. Лиса и журавль ходят друг к другу в гости и никак не могут отведать пищу, поскольку посуда не подходит. Кураторы проекта «Легенды Востока» постарались показать не только общие черты, которые роднят мифотворчество стран этого региона, но также национальное различие и специфику их художественных воплощений. Выставка «Легенды Востока» будет проходить до 28 января. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова